Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в четверг, 18 апреля. Меня зовут, наконец, Александр. И сегодняшняя торговая сессия с вами проведу я. Давайте рассмотрим с вами ключевые события предстоящего дня. Сегодня день насыщен событиями. В первую очередь в 12.30 по времени GMT мы с вами ожидаем число первичных заявок на получение посои по безработице. Предварительные прогнозные данные находятся на несколько негативном уровне для индекса доллара, потому что количество новых заявок выше в прогнозном значении, нежели в предыдущем месяце. Индекс производственной активности от Филадельфии. Здесь также мы видим, что индекс производственной активности по прогнозам снижается. Из других каких-либо важных событий мы будем наблюдать за выступлением представителей ФОМС Вильямса и Баумана. В данном случае мы уже имеем представление о том, что ФРС скорее всего не будет снижать процентную ставку в июне, поэтому будет интересно посредить за заявлениями представителей голосующих членов. И давайте посмотрим, что у нас сейчас с вами происходит на графиках. Начнем с индекса доллара. Индекс доллара сейчас скотируется на отметке 105.57. Мы видим, что в целом цена продолжает находиться в локальном восходящем тренде. Если мы с вами посмотрим на более низкие таймфреймы, видим, что цена сейчас находится в коррекции. Глобально тренд остается восходящим, поэтому мы ждем завершения коррекции с дальнейшим ростом. Коррекция может остановиться на отметке в районе 105 ровно, так как данное значение поступает в роли уровня восходящего тренда. Цена может до него дойти, скорректироваться и возобновить рост. То же самое мы сейчас с вами видим и по наиболее коррелирующим инструментам, такими как евро-доллар. По евро-доллару сейчас она тоже находится в коррекции. Глобально нисходящий тренд сохраняется. Ближайший уровень, от которого цена может отбиться, это уровень 107. То есть примерно около этого значения можно будет уже рассматривать новые позиции на продажу при отбоя от этого уровня. По валютной паре фунт-доллар восходящая динамика не такая явная, как по другим инструментам. Фунт все-таки выглядит более слабым по отношению к американскому доллару. Цена уже длительное время находится в диапазоне на протяжении с начала текущей недели. Как мы в пятницу показали сильно нисходящий тренд, так всю неделю цена находится вот в таком боковом коридоре. Как мы с вами ранее обсуждали, такие коридоры лучше торговать на пробой. Как только цена подходит к верхней границе либо к нижней границе, у трейдера появляется возможность выставить небольшой стоп-лосс потенциально высоким тейк-профитом с соотношением сделки как минимум 1 к 3. На текущий момент времени мы видим, что консолидация продолжается. Если торговать пробой, то здесь для трейдеров может появиться интересный сигнал для входа до отметки 1.2540. Если цена пробивает отозначения, то здесь получится интересная внутренневная сделка с соотношением как минимум 1 к 3. Глобально, если смотреть опять-таки большие таймфреймы, мы с вами видим, что фунт будет стремиться к отметке вероятнее всего 1.20. И для среднесрочных и долгосрочных трейдеров можно сохранять позиции на продажу, так как текущая коррекция мало скажется на глобальном движении. И так или иначе дальнейшее движение мы ждем вниз. Что касается доллар-канадского доллара, здесь также, как и по остальным инструментам, сейчас началась коррекция. Опять-таки, восходящий тренд на рынке сейчас сохраняется, поэтому по валютной паре доллар-канадский доллар также есть ожидание, что цена будет и дальше тестировать свой максимум, до которого она еще не дошла. Но коррекция началась перед уровнем, такое тоже часто бывает, когда формируются пробойные сигналы для входа в рынок. Текущее значение 1.3744. Глобально мы ждем, что, скорее всего, цена скорректируется на уровне 1.3650. Близко к уровню, от которого цена ранее уже отбивалась. И, скорее всего, дальше мы будем видеть дальнейшую попытку пробоя максимума. Поэтому на текущий момент времени трейдеры, которые сохраняют длинные позиции, среднесрочные, которые зашли уже давно в рынок, в целом на текущий момент времени можно еще эту сделку поддержать с расчетом на пробой выше отметки 1.3850. Индекс S&P 500 у нас находится также сейчас, продолжает находиться в коррекции. Глобально по S&P 500 также особо ничего не изменилось. Она находится в сильном восходящем тренде. Если сравнивать с аналогичной коррекцией прошлого периода, которая у нас была еще летом 2023 года, видно, что коррекционная динамика по S&P 500 наступает достаточно редко. И если мы сейчас с вами попробуем пролонгировать эту ситуацию на будущее, то увидим примерно возможные уровни завершения коррекции, на которой она находится в районе чуть ниже 5000, вероятнее всего 4900-4950. И уже дальше мы будем видеть дальнейшее восходящее движение. Учитывая, что S&P 500 показал нам с начала года просто сумасшедшую динамику роста, после того, как закончится коррекция, есть основания полагать, что восходящая динамика будет продолжаться. Поэтому для тех трейдеров, кто не успел поучаствовать в этом масштабном росте, появляются новые возможности для того, чтобы поймать новый восходящий тренд, который, соответственно, уже, мы ожидаем, закончится на уровне 5500. По золоту у нас давно не было какой-либо аналитики, потому что золото продолжает находиться в восходящем тренде. На текущий момент времени, если мы посмотрим с вами график золота, будет ясно, что какие-либо подтверждения того, что восходящий тренд у нас с вами закончился, сейчас нет. Наоборот, золото, вероятнее всего, будет продолжать свой рост. Здесь цена также находится уже длительное время в такой консолидации. Восходящий тренд продолжается. И при пробое уровня 2397 до 2400, вероятнее всего, мы увидим новый виток роста уже с целями 2450 и, возможно, даже выше. Сейчас для того, чтобы торговать золотом, наверное, среднесрочные трейдеры уже из позиции либо вышли, либо существенно их сократили. Сейчас по золоту есть возможность торговать только внутри дня. Найти границы верхнего значения, найти границы нижнего значения, торговать либо лимитными ордерами, либо, соответственно, торговать по рынку. Самое главное – контролировать риски, доставлять небольшие стоп-лоссы. Нефть марки Brent. На текущий момент времени нефть достигла отметки 92.30 и началась коррекция. По нефти, если смотреть масштабную картину, мы с вами видим, что текущий рост, он, не сказать, что он закончился, потому что сейчас все зависит от геополитического фактора, который происходит на Ближнем Востоке. Мы видим, что ситуация на текущий момент времени, она, скажем так, начала уже менять свои масштабы. Сейчас конфликт уже более-менее останавливается, но в любой момент может что-то произойти, и котировки нефти могут опять начать рост уже с преодолением предыдущего максимума 92.30, с последующими целями 95 и выше. По индексу доллара мы с вами уже все здесь рассмотрели. Восходящий тренд продолжается. В целом ожидаем завершения текущей коррекции. Максимальное значение, где коррекция может завершиться, находится на уровне 104.85. Но вероятность того, что цена сюда будет сейчас спускаться, очень небольшая. Вероятнее всего, что вот в этом коридоре сейчас цена будет находиться. Первый уровень завершения коррекции 105.35 уже с дальнейшими целями почти до уровня 107. Что в свою очередь по евро, доллару и фунту у нас с вами также откроются те цели, которые мы с вами ранее выставляли. Это были все наиболее актуальные события на сегодняшний день. Уважаемые трейдеры, успешной вам торговли, контролируйте риски, зарабатывайте вместе со Маркетс и всего вам наилучшего. До свидания.